Депутаты от партии власти уже разрабатывают законопроект, который позволит окончательно запретить ношение георгиевской ленты на территории нашей страны. Об этом в эфире передачи Инпрофунзиме на телеканале ПРО-ТВ заявил председатель постоянной парламентской комиссии по национальной безопасности депутат от ПДС Лилиан Карп. В то же время другой участник передачи, бывший глава конституционного суда Александр Танаси, выразил уверенность в том, что запрет георгиевской ленты должен стать обязательством для нынешней власти. Депутат от ПДС Лилиан Карп сообщил, что парламентское большинство уже готовит проект по окончательному запрету георгиевской ленты. Это происходит после недавнего решения конституционного суда. Мы предложим новый законопроект, но сначала он будет проконсультирован с несколькими экспертами по конституционному праву. Мой ассистент уже этим занимается, и я попрошу всех, кто является экспертом по конституционному праву, и они всегда отзывчивы, потому что у нас список экспертов где-то из четырех человек, чтобы они откликнулись, когда у них попросят помощи написать это объяснение в пояснительной записке, когда будет зарегистрирован новый законопроект. По словам депутата от партии власти, цитата, нельзя допустить, чтобы определенные символы российской агрессии и милитаризма использовали без каких-либо объяснений. У госструктур были рычаги, которые позволяли применять закон. То, что сделал Конституционный суд, он просто забрал эти механизмы. Закон практически стал неприменяемым. Практически не осталось рычагов, потому что ты не сможешь продемонстрировать в суде, что лента носилась так или иначе. Придется человека снимать, опрашивать, и в любой момент он сможет сказать, что преследовал другую цель. При этом депутат от партии власти выразил сожаление в связи с тем, что этот законопроект не получится принять до Дня Победы 9 мая, потому что процедура более сложная и более долгая. Однако парламентарий не исключил того, что депутаты ПДС найдут другие решения этого вопроса. В свою очередь, бывший глава Конституционного суда Александр Танаси косвенно поддержал инициативу парламентского большинства и выразил уверенность в том, что запрет Георгиевской ленты является обязательством нынешней власти. Говоря серьезно, это обязанность нынешней власти наказать все эти действия, и я бы связал это обязательство с мерами безопасности, которые необходимо принять в связи с войной, в которой находится Молдова. Сегодня мы живем в другом мире. Тактика страуса, прячущего голову в песок, делая вид, что ничего не происходит, кроме неудачи, ничего нам не даст. Так, как мы обезопасили воздушное пространство, как мы применили ряд мер, чтобы хоть как-то чувствовать себя в безопасности. Напомним, Конституционный суд 11 апреля признал конституционным запрет Георгиевской ленты и символов Z и V, только если их используют для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений против человечности. Таким образом, судьи Конституционного суда частично удовлетворили обращение депутатов-социалистов, попросивших проверить конституционный запрет.